В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе и рассказали о предстоящих планах. Подробности в сюжете моих коллег. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня у нас ряд вопросов от Михаила Владимировича. Ждем подробный доклад о работе в сфере НТО, как ведется работа по демонтажу незаконных объектов. Мы недавно просили снести объект, который пытались установить на Наташинском парке. Как проводится системная работа по этому направлению. Борьба с несанкционированными торговыми объектами – одна из ключевых тем на оперативном совещании. Ежедневно территорию всего городского округа обследуют на наличие киосков, павильонов и магазинов, которые нарушают требования безопасности и работают без разрешительной документации. С начала этого года в Люберцах выявлено 65 таких торговых точек. 31 объект уже демонтировали. Администрация при выявлении незаконных объектов выдает предписание о демонтаже. У владельца есть срок для добровольного проведения работы. В случае неисполнения требования о демонтаже в установленный срок, осуществляется принудительный демонтаж объектов с участием специализированной организации, в том числе по решению суда. По адресу город Люберц, улица Шевлякова, у дома 25, демонтаж был произведен по вашему, Владимир Михайлович, поручению в связи с просьбами жителей нашего округа. Если предприниматели идут на улучшение внешнего облика, улучшение своих торговых объектов, конечно, сноса никакого не должно быть. Снос только там, где полностью незаконно стоят на коммуникациях, либо уже договора просрочены и не хотят ничего не найти. 18 мая в Московской области стартовал традиционный туристический проект «Лето в Подмосковье». Жители и гостей городского округа Люберца ждут культурные события, театральные музыкальные фестивали, а также концерты под открытым небом, ярмарки и творческие мастер-классы. Этим летом вас ожидают 17 уникальных городских и областных проектов. До конца только июня на территории парков городского округа Люберца запланировано около 185 мероприятий. Из них 45 творческой направленности, 50 развлекательных, 30 культурно-просветительских и 70 спортивных мероприятий. Яркой кульминацией проекта станет празднование Дня города. В этом году оно состоится в последний день лета, 31 августа. Тогда же состоится подведение итогов конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». «Коллеги, у нас по повестке все доклады, есть предложения, дополнения. Если нет, предлагаю двигаться дальше по работе. Хорошая рабочая неделя».